В этом году я решила сделать круиз по Казахстану. Маршрут у меня будет такой. Астана, Алма-Ата, Семей, Аягус, что там, Уржар, Некрасовка, назад в Семей, Балейск, потом назад в Семей, и уже из Семея домой в Екатеринбург. Моё путешествие уже началось. Я уже в поезде, заполняю декларацию. Знакомимся с пассажирами. Казымочка сверху, он улыбается мне. Сутки прошли очень быстро. Вот мы уже в Астане. Нас тут встретили родные. Нас хорошо встретили. Мы хорошо посидели за столом. Был уже вечер. А уже на завтра на утро мы пошли в город смотреть Астану. Это моя внучка на улице Сейфулина в Астане. Мы фотографировались везде и постоянно. Но наша цель – центр Новой Астаны. Вот мы на проспекте Туран. Это торговый центр Ханшатыр. Мы пройдём пешком по бульвару Нуржол до дворца президента Казахстана Ак-Орда. Астана – столица Казахстана с 10 июня 1998 года. А 4 июня 2016 года было объявлено, что в Астане родился миллионный житель. Сейчас мы находимся в парке Гашиктар. Парк Гашиктар – это парк влюблённых. Здесь стоит скульптура «Счастье моё». Но мы, конечно, тоже не могли обойти её своим вниманием. В парке мы видим пункт проката велосипедов. Я о них потом дополнительно расскажу. Ну, вот так. Слева здание Ханшатыра, а справа вид на административное здание Казмунайгаз. Мы пошли вперёд, прошли под арку и вышли к фонтанному комплексу. Но поскольку было ещё раннее утро, фонтаны ещё были не задействованы. Фонтанный комплекс выполнен в виде ступенек. Но особенно красиво он выглядит, конечно, вечером, когда включаются всевозможные подсветки. Бульвар Нуржо – это сооружение с пешеходной зоной в новом административно-деловом центре Астаны на левом берегу реки Ишим. Бульвар, как генеральный план новой части города, спроектирован известным японским архитектором Кисё Курокава. Ну и естественно, как же мы пройдём мимо юрты? Мы обязательно туда зайдём. Конечно, это не просто юрта, это кафе. Но в столь ранний час кафе не работало. Но нам любезно разрешили фотографироваться в ней. Основным занятием казахов являлось кочевое скотоводство, что и предопределило тип кочевого жилища, которым является казахская юрта. С юртой была связана вся жизнь казаха. Шанырак был семейной реликвией и передавался из поколения в поколение. Шанырак – это круг, образующий потолок юрты. Казахская юрта состоит из деревянного каркаса и кошомного покрова. Деревянный остров состоял из решёток, обвода, жердей, соединяющих решётку с ободом и дверной рамы. Мы вышли на перекрёсток улицы Достык и Кабанбай-Батыра. Здесь стоит мечеть Нур-Астана. Мечеть имеет 4 минарета высотой по 62 метра. Высота главного купола – 43 метра. В этом здании могут молиться сразу 5 тысяч человек. На бульваре Нур-Жоу я увидела джигиду. Джигида, джигида, джигида – дерево моего детства. В парке напротив дома, где я жила в детстве, росло много такой джигиды. Мы вышли на круглую площадь. Здесь тоже круглый фонтанный комплекс. Пока мы тут фотографируемся, смотрим всё вокруг, я вам расскажу про пункты проката велосипедов. Я вам обещала. В Астане внедрена система велопроката. Пункты велопроката разместили на оживлённых участках города. Поставляют эти велосипеды французская компания. Воспользоваться велосипедами можно предварительно зарегистрировавшись в системе по паспорту и платёжной карте. Абонемент можно приобрести на сезон. А сезон – это до 31 октября. Велосипед берётся на одном пункте. Поездка должна, кстати, составлять не более 30 минут. И сдаётся на другом пункте. Если не успел вовремя сдать, включается счётчик повременный. Велостанции в Астане питаются от солнечных батарей. И поэтому не зависят от работы городских электросетей. Пока я вам рассказывала про велостанции, вы, наверное, обратили внимание на изящный современный стиль зданий, которые стоят на бульваре Нуржол. А впереди мы видим уже Байтирек. Байтирек в переводе – тополь, а также защитник опора. Байтирек означает молодое, крепкое, растущее дерево, сохранившее свои корни и стремление к будущему. В кроне этого дерева священная птица Самрук откладывает яйцо каждый год. Это яйцо символизирует солнце. Байтирек – это монумент в столице Казахстана, в Астане, одна из основных достопримечательностей города. Высота сооружения составляет 97 метров, а с шаром, венчающим конструкцию, 105 метров. Нижний уровень уходит на 4,5 метра под землю, где расположены кафе, аквариумы и мини-галерея. Оттуда же можно подняться на лифте на самый верхний уровень, где располагается бар и панорамный зал. Здесь проводятся обзорные экскурсии на русском, на казахском и на других языках. Внутри панорамного зала стоит подобие алтарного столика из чистого золота, где запечатлен оттиск руки. Оттиск руки – это рука президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Согласно задумке, любой желающий может пожать руку президенту, приложив свою ладонь к оттиску ладони Назарбаева. Но мы тоже воспользовались этой возможностью. Само помещение Байти-река, где находится столик с оттиском ладони, представляет собой огромный шар. Тот самый шар солнца, который является наивысшей точкой Астаны. Панорама с него открывается, воистину удивительная и неповторимая по своей красоте. Говорят, ночью монумент освещается мощнейшей подсветкой иллюминацией и такой красоты люди говорят, что нет даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Но мы идем дальше. Правда, ветер очень сильный, прохладно. Третье июня все-таки. Вокруг города создают зеленую стену, полосы с деревьями. Но они еще молодые и еще не совсем защищают город. А мы тем временем подошли к резиденции президента Казахстана, Ак-Орда. Мы погуляли на территории около башен Алтын-Орда. Здесь находятся много административных зданий, парламент республики, много различных правительственных учреждений, парковки, кафе и прочее-прочее. Мы прошли пешком весь бульвар Нуржов. Внучка моя уже устала, ей уже неинтересно проситься домой. Ну, что же делать, идем мы на автобус. Кстати сказать, проезд на автобусе для взрослого составляет 90 тенге. Для пенсионеров и детей 40 тенге. После обеда мы с внучкой опять пошли гулять по Астане. Мы вышли на улицу Амарова. Здесь стоит монумент правосудию, который символизирует переемственность вековых традиций. Здесь величественно восседают известные аксакалы. Казыкбек би, Айтикеби, Толеби. Это известные бии. Они строили государство казахов в 17-18 веке. Бии – это наставники, знатоки обычного международного права у казахов, советник Ухана. Пройдя немного вперед, мы вышли на проспект Абая и площадь имени Абая. Здесь установлен и памятник Абаю Кунанбаеву, великому казахскому поэту. Мы пришли к музею первого президента Казахстана. На первом этаже нам выдали бахилы, и мы пошли наверх. Фотографировать в залах, в общем-то, не разрешается, так что фотографий будет у меня здесь мало. Давайте пройдем немножко, посмотрим тихо, как во всех музеях. В музее президента четыре этажа. Осмотр мы начали со второго этажа, третий, четвертый этаж, и только потом вернулись на первый этаж. На первом этаже была выставка детского творчества, где можно было фотографироваться. Музей, где можно было фотографироваться. В этом музее президента четыре этажа и на первом этаже, в которых вы можете посмотреть, что можете посмотреть, и не сходить в рамках, и на первом этаже, о том, что вы можете посмотреть, и что вы можете посмотреть. Надо сказать, что вход в этот музей бесплатный. Мы вышли в президентский сквер, место отдыха горожан. В президентском сквере стоит вот этот памятник двум ханам Кирею и Женебеку, основателям казахского ханства в 15 веке. Мы вышли к фонтану Древожизни, место встреч горожан, место отдыха, место релаксов. Музыка. 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 городу я заметила что город чистенький везде все убирается нигде ничего не никакого мусора не валяется везде газоны все поливают я понимаю в новой части астаны но старая часть города тоже ухоженная утро следующего дня наша прогулка снова начинается от хан шатыра мы быстренько пробежались по бутикам купили кое-что по мелочи внучка еще покаталась на аттракционах и мы вышли на улицу наша цель а куда мы пойдем вы смотрите дальше на углу улиц кунаева и проспекта туран стоит величественное белое здание это государственный театр оперы и балета астана опера театр конечно мы не пошли но я смотрела проспекты знаю что внутри это театр настоящий дворец весь мраморе весь в бархате хрустале там очень замечательно и говорят что зрители которые опоздали к начале спектакля их не допускают уже в зал вот они смотрят представления по телевизору и заходят в зал только во время антракта мы пошли вдоль проспекта туран в сторону реки ишим проспект уран очень широкий тут вообще все построено с таким размахом много пространства большие здания мы проходим по аллее ресторанов на проспекте туран здесь представлены гастрономические заведения элитного класса аллея ресторанов представляет собой линейку индивидуальных и неповторимых ресторанов астаны ресторан мельница привычные с детства вареньки борщи ну и не только это украинская кухня дальше там ресторан алаша истинно восточное гостеприимство ресторан портофина украинская итальянская кухня ресторан багратион грузинская кухня и другие на пути следования на встретился развлекательный центр думан но внутри у нас там не получились фотографии так что я не буду рассказывать идем дальше мы вышли на площадь где стоит вот это летающая тарелка это и есть городской цирк астана цирк цирк работает с 2005 года это цирк будущего на площади перед цирком такой большой фонтан на круглом шаре стоит циркач-эквилибрист он был подарен архитекторами карагандистской области по кругу стоят 10 на двухметровых скульптур каждая символизирует разные жанры циркового искусства тут же на аллее стоит алдар косе с дамброй девочка макта с кошкой мальчик на саранче ну а мы идем дальше к своей цели мы так много прошли пешком что бедная моя девочка она уже натерла ножки мы подошли к самому высокому в стране флаг что ту самым большим флагом республики площадь полотнище составляет 450 квадратных метров высота флаг что-то 111 метров голубой стяг видно с любой точки города и с высоты птичьего полета а мы подошли к этно-мемориальному комплексу природы архитектуры и бытов столицы казахстана астане атомикен атомикен находится центральном парке астаны расположена по проспекту туран его открытие состоялось в 2001 году по инициативе президента назарбаева комплекс этот представляет копию географической карты страны на площади чуть менее двух гектаров и на ней представлены 14 областей и крупные города в миниатюре этно-мемориальный комплекс представляет собой уникальный музей под открытым небом миниатюрную модель этой огромной и колоритной страны на территории этого мы уникального музея мы познакомимся с историческим и культурным наследием государства его экономическими достижениями точные макеты копии природных ландшафтов лес озера крупных городов исторических мест и сооружений отражает своеобразие всех природных зон республики и дают возможность понять как интересно и как богата эта страна отдельно под крышей представлены точные копии зданий города астаны гуляя по атомикену мы чувствовали себя гулливерами сказочной стране узнавая знакомые места попадая с севера на юг с востока на запад мы убеждаемся насколько богата и велика эта земля если вы когда-либо приедете в астану то придите сюда на это место приведите своих детей покажите им казахстан в миниатюре а и а и 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 через весь центральный парк к пешеходному мосту через реку Ишим. Ишим – это левый и самый длинный приток Иртыша. Река судоходна, навигация открыта с апреля по ноябрь. Кроме этого, Ишим является рыбохозяйственным водоемом первой категории. Название река получила от имени татарского хана Учума Ишима, который утонул в безымянной реке. Мы подошли к небольшой пристани, которая находится на спуске вот за этой беседкой. Подождав немного туристический кораблик, мы отправились на речную пробулку по реке Ишим. Мы проплываем мимо жилого комплекса Гран-Алатао. Его фасад светится ночью с первого по последний этаж. Мы видим памятник на набережной, памятник Кенесары Касымову, внуку Абылай-хана, последнему хану казахского ханства. Мы видим сердце Астаны, дом министерств, аккорду, резиденцию президента. Большая часть береговой линии Ишима не застроена, а засажена деревьями. Скверы, набережные, парки постепенно заполняются людьми. Это очень хорошо. Города-миллионники нуждаются в зеленых зонах, а тут все предусмотрено, задел на будущее. И как места отдыха это очень нужно людям. Довольно катавшись, мы решили идти домой. Идем по улице Беби-Челик мимо Государственной Филармонии. У нас остался вечер для приятного общения с родными. Пора собираться в дорогу. Мы едем в аэропорт. На этом я заканчиваю. Мы прощаемся с Астаной. Отдельную благодарность выражаю своим родным. Спасибо вам за то, что нас приютили. Благодарю вас за чуткость, за то, что нашли время для меня. Спасибо Саше, что показал нам ночную Астану. У меня плохенький фотоаппарат и не может в темноте снимать. И так что эти съемки не вошли сюда. Но, поверьте, это очень красочное, завораживающее зрелище было. До свидания, Астана. Мы с тобой еще встретимся. Здравствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует...